Принцесса Ажарлы Ажарлы и ее маленьких друзей по съемочной площадке это первый опыт встречи с настоящим режиссером, операторами и огромной кинотехникой. Ханат, так же, но только чуть покрупнее возьми. Вокруг много мусора, вот эту пустоту вокруг не нужно. Укрупнись больше на детях. Съемочная группа канала Елярна снимает новый короткометражный фильм «Еркея Сальдэнгсамала». Сюжет кинокартины знакомит зрителей с историей, пропитанной нежными чувствами, летним настроением, красотой столичных улочек и тайнами, запорошенными пылью столетий. Он вне времени, она вне пространства. Ученый, разгадывающий секреты предков и байкерша, несущаяся навстречу ветрам и приключениям. Это героиня, на самом деле, по характеру, если даже я сама в жизни на байкере не катаюсь, но все равно у меня по характеру с ней схожим очень сильно, потому что у меня тоже есть такой боевой характер у самой, и я думаю, что вообще мне сама героиня очень сильно нравится, вообще ее образ в целом. В реальной жизни, я не знаю, мне вообще сложно представить союз байкера и археолога, тем более девушки и парня. Очень сложно, на самом деле, представить. Ну и интересно, с одной стороны, прикольно, возможно, если бы я любила бы его. Ха-ха-ха. Археология – это тоже искусство, а искусство любит красивых людей, правильно? И если даже я всегда хожу по улице один, если даже я вот, да, не Олен, а вот я Мадьяр, я всегда стараюсь ходить красиво, в рабочем состоянии, как будто меня вот всегда снимает камера, потому что это искусство. И археология, я думаю, тоже искусство, и такой человек, который работает в такой сфере, должен ходить красиво. Ходить красиво Мадьяру, а точнее его герою Олену, не всегда удавалось. А вот бегать, падать и ездить на байке почти каждый съемочный день. Более того, Мадьяр привнес в несколько сцен свое видение, которое режиссер Батербек Тайжанов изобретательно реализовал. Когда я волнуюсь, у меня руки потеют. Вот она ко мне идет, я сейчас буду делать предложение, правильно? У меня потеют руки. Я решил сделать вот это и понял, что у меня кольца нет. Это все правильно. И все. Просто мы тебе говорим, что ты должен это чуть раньше начать делать. Короткометражный фильм «Ерки Есельдэн Самала» – это результат конкурса сценариев, который канал Елярна объявил весной текущего года. Принять участие могли все желающие. Главная задача перед участниками заключалась в том, чтобы сценарий содержал историю, связанную с казахстанской столицей. Потому как по сюжету выбранного сценария, творческий состав канала обязался снять фильм, эфир которого запланирован на 6 июля, в день главного города страны. Мы отобрали один из сценариев, по мотивам которого мы сейчас снимаем короткометражный фильм. Этот сценарий нам очень понравился тем, что он очень легкий, праздничный. Естественно, там присутствуют нотки романтики, без них никак. И плюс этот фильм показывает красоту нашей столицы, показывает летнее настроение, показывает красивых молодых людей, их любовь, показывает историю, богатую историю нашей страны. Фильм представляет собой не только яркие кадры с летними столичными декорациями и очаровательной влюбленной парой, но и весьма любопытной историей, связанной с таинственным кольцом. Это непростое кольцо, это кольцо передается с поколения поколений, по-моему, это уже четвертое поколение, которое это кольцо носит. Даже название у него такое непростое. Отау Жизык. Она интересная, ну, я думаю, зрители увидят это сами в картине. Мы про историю этого кольца тоже будем рассказывать. Не только про современный Нарсултан, не только про современную жизнь, но и затронем немножко нашу историю. Затронем будут кадры, связанные с тем периодом, когда это кольцо, можно сказать, появилось. Кольцо, которое соединяет героев, имеет глубокий смысл и несет очень важную миссию. Об этом в фильме рассказывает потомственный художник-ювелир, обладатель Международного ордена имени Карла Фаберже, заслуженный деятель Казахстана Берик Алибай. В фильме он играет самого себя. Я играю роль ювелира в этом фильме. Хочу донести до нашей молодежи, в частности, той части, которая уезжает за пределы страны, насколько наше наследие богато и ценное, насколько дошедшие до наших дней ремесла имеют глубокий смысл. Важно, чтобы их кругозор был более широким, чтобы они знали свою историю и гордились культурным достоянием. Для съемочной группы неким таинством оказался еще один факт, как мастеру-ювелиру, посвятившему всю свою жизнь вроде только этому ремеслу, удалось сыграть в кино так, как будто для него это вторая профессия. Хотя Берик Алибай признается, что с кино дело имеет впервые. Производство фильма происходило достаточно легко, хотя сроки были сжатые. Административные вопросы решались быстро. Благодаря работе продюсера, все актеры оказались каждой именно в своей роли. И даже музыка, можно сказать, сама пришла к фильму. Молодой музыкант Расул Ярназаров не так давно написал новую песню, навеянную романтичными чувствами к своей девушке. А главный герой фильма Мадияр, который дружит с Расулом, услышав композицию, недолго думая, предложил ее в качестве саундтрека. В том, что композиция гармонична сюжету фильма, теперь не сомневается ни автор, ни творческая группа канала. Субтитры создавал DimaTorzok